Издательство Эксмо. Евгения Михайлова. Струны чёрной души. Часть первая. Не зарекайтесь. Глава первая. Счастливая домохозяйка. Меня зовут Маргарита. Дома звали Ритой. В школе и университете Марго. Когда дочка начала говорить и хитрить, скрывая, что не может произнести «Р», она стала называть меня Ита. Нам обеим это так понравилось, что слово «мама» так и не возникло в наших отношениях. До сих пор сердце тает от мягкого, нежного и такого родного слова «Ита». Моё сердце, которое, как временами кажется, окаменело и застыло навсегда. А в хорошие времена это имя оказалось таким удобным. Когда Таня подросла, стала симпатичной девочкой с ярко выраженной ранней женственностью, нас иногда принимали за сестёр. Нам обеим это страшно нравилось. Мы работали на такой образ. Младшая сестра Таня, тоненькая, светлая, как лепесток чайной розы, с соломенной чёлкой над распахнутыми голубыми глазами и старшая сестра Ита. Русые волосы чуть подкрашены в рыжеватый цвет, глаза самого тёмного серого цвета, а лицо узкое и нежно-смуглое, как у какой-то нашей заморской прабабушки. Мы одевались в одном строгом стиле. Все вещи облегающие и подчёркивающие фигуры, которые нам не нужно было скрывать. У меня нет ни одной фотографии прошлого, но я всё легко восстанавливаю по памяти. Каждый день, каждую минуту, каждый звук и цвет тех тринадцати лет, в течение которых мы с Таней дружно, с любовью, радостью и азартом, шли по дороге её детства в её юность. С её отцом я развелась, когда дочке был годик. Отказалась терпеть зависимость без любви, по ошибке, и хотела, чтобы Таня даже не смогла запомнить этот первый период с не тем отцом. Тогда я ещё училась в университете. Второй муж Анатолий был директором колледжа с углублённым изучением математики, куда я пришла устраиваться на работу. У меня не было педагогического опыта и рекомендаций, и у нас обоих не было сомнений в том, почему он принял меня после очень короткой беседы, в которой не проверялись ни мои способности, ни воспитательные принципы. Да, дело в прабабушке и в её наследстве. Моя необычная внешность многих мужчин поражает наповал с первого взгляда. Проблемы начинаются потом, чаще всего они несовместимы с отношениями. Анатолий был тогда респектабельным, холёным мужчиной 45 лет, с бархатным голосом, каштановой шевелюрой и такими же бородкой и усиками. Вылитый портрет учёного или писателя XIX века кисти большого мастера. Склонность к позёрству показалась мне его единственным недостатком. Впрочем, её можно рассматривать как артистизм — редкое и важное качество педагога. В этом колледже я, кроме математики, вела ещё факультатив бальных танцев. Зарплата несравнима с обычными муниципальными школами. Вскоре Таня пошла в первый класс. Она училась в школе рядом. А потом Анатолий зачислил Таню в девятый класс. Она была на полтора года младше одноклассников, потому что пошла в школу до шести лет. Нас обеих приняли, даже полюбили ребята. Таня и там называла меня Итой. Я не возражала. Вскоре узнала, что ученики за глаза называют меня Ита Плюс. Не самое плохое прозвище для учителя. Даже очень хорошее. Химичку, к примеру, называли Кислота. Анатолия, конечно, барин. Педколлектив состоял в основном из женщин. Много молодых, и все внешне хорошо выглядели, со вкусом одевались. Это соответствовало имиджу школы и требованиям директора. Особое внимание Анатолия я почувствовала сразу, хотя ничего явного, никаких предложений, привилегий и даже многозначительных взглядов не было. О том, что он давно в разводе, узнала, кстати, от Тани. Дети слышат и видят часто больше взрослых. У меня никогда не было возраста безмятежности и доверчивости, хотя выросла в нормальной, спокойной семье. Но чуткость, скрытность, наблюдательность и опасливость родились вместе со мной. С возрастом к этому набору добавилась необходимая капля цинизма, рожденного опытом. Это и было моим тайным оружием, которым я пользовалась для защиты себя и дочери. Когда ухаживания Анатолия приобрели явный характер, я прежде всего прислушалась к голосу своего тела, нет ли протеста. Убедилась, что не только нет. Анатолий был мне приятен, будил воображение и чувственность, но я долго сдерживала развитие событий, наблюдала и анализировала. Как охотник, следила за каждым выражением и жестом в его отношениях с остальными женщинами. И еще более пристрастна за контактами с девочками и мальчиками. С хорошенькими, ухоженными, раскованными, домашними девочками, которые привыкли к ласкам, одобрениям дома и жаждут признания своей неотразимости от всех, кто встречается на пути. Неосознанное желание женских побед. И с наивными, беззаботными мальчишками, которые тянутся к мужскому авторитету. Для меня не секрет, по каким причинам иногда мужчины идут работать в школы. Самый тяжкий и непреодолимый порог влечения к беззащитной детской прелести. Адское, звериное влечение грубых душ и тел. Это, и еще скрытый садизм взрослых, встречаемый слишком часто в детских учреждениях, требовалось исключить. Мне не было стыдно от того, что я допускаю в отношении малознакомых людей самое чудовищное подозрение и затем их исключаю. Это моя суть. Это мой позитив — не обнаружить в человеке то, что меня отталкивает или пугает. С такого исключения и начинается доверие. Без него я задавлю в зародыше любую страсть. Анатолий хорошо общался с детьми. С позицией доброй силы и благородства души. Никаких «но». Ни агрессии, ни раздражения, ни дурного внимания. Только взрослая забота, открытость, что не исключало ни сурового осуждения, ни морального приговора, если был серьезный повод. Но и понять осужденного он умел как никто. И забыть о конфликте навсегда. С женщинами он тоже вел себя не как начальник, а как коллега. Как мужчина, отдающий должное всем достоинствам, включая новую прическу или платье. И только. Ничего личного, чрезмерного и скрытого. Через полгода после первой встречи мы с Анатолием провели свою первую ночь в его большой, красивой и все же заметно холостяцкой квартире. Этот опыт я затем анализировала как эксперт в лаборатории и сказала себе, да, это удача. Это мое. Прошло еще два года, и мы поженились. Переехали с Таней к нему, а еще через год Анатолий предложил мне оставить работу. У Тани оказалась слабая носоглотка. Постоянные простуды, ослаждение на сердце. Она пропустила половину учебного года, нужно было заниматься ее физическим восстановлением и пройти дома всю программу. Мы со всем отлично справились. Таня вернулась в школу, не отстав от своего класса. А я узнала, что такое безмятежное существование неработающей жены состоятельного человека. Магазины, парикмахерские, бассейн, болтовня по телефону и в соцсетях о событиях сытой, здоровой, полной приятных событий жизни. Что я запомнила и поняла с тех пор. Счастье может быть только бестолковым, бездумным и в каком-то смысле алогичным. Оно возникает вместе с иллюзией задержанных мгновений, остановленных радостей, сбывшихся желаний. Стереотип «трудное счастье» — это вообще бред. Речь о борьбе, преодолении так и должно называться битва. Смотрю сейчас издалека на счастье домохозяйки Ите, на ласковые разговоры с моей девочкой, на горячие встречи с красивым, хорошо пахнущим мужем, на наши ночи, только для забытья и теплого блаженства. И режу всё это на мелкие кусочки. Препарирую, чтобы рассмотреть, что было внутри. Смотрю высохшими навсегда глазами и вижу, как стремительно таяла моя нелепая шагреневая кожа. Глава вторая Что же было внутри? Какая-то сущая мелочь. Пустяк. Как заусенец у ногтя. Вдруг кольнёт, заноет от воды, оставит неприятное ощущение. Ты привычно ищешь самое простое и лёгкое решение. Просто маникюр. Занозу сознания покрываешь лаком привычных дел. Доводишь до совершенства идеи интерьера. Готовишь еду по самым вкусным рецептам. Подарки. Себе, дочке, мужу. Упоительные минуты в ворохе новых нарядов. В запахе любимых духов. И всё на фоне прочного родства с двумя умными, чуткими, снисходительными, в равной степени взрослыми по уровню духовного развития людьми. Да, моя Таня для меня была равной личностью с тех пор, когда я начала понимать её первые звуки. Она ещё не умела говорить, но была носителем человеческой глубины. Конечно, я никогда не уходила от своей подозрительной сути в бессмысленную безмятежность. И знала, настанет время, когда я достану самую мелкую занозу из памяти, рассмотрю, расшифрую, протяну нити к другим таким же зацепкам. Таня на четырнадцатом году жизни совсем выбралась из пуха гадкого утёнка. Из болезней и правильного восстановления она вышла такой же нежной, но окрепшей. Немного поправилась, фигурка округлилась. Бледная кожа блондинки засветилась блеском розового жемчуга. Волосы стали пышными и послушными, глаза внимательными и ласковыми. Детские губы таили женскую улыбку. И в каждом жесте движение её красивых рук и ног больше не было неловкости и угловатости. Каким наслаждением для меня было покупать ей вещи, придумывать прическу, изобретать вкусные и полезные витаминные коктейли, чтобы подпитать красоту. Укол номер один. Мы с Толей уже сидим за столом, накрытым к ужину, а Таня выходит из ванной. У неё мокрые волосы, которые обнимают ярко-розовое личико. Голубой махровый халат сползает с узких плеч, приоткрывает нежную маленькую грудь. Я открываю рот, чтобы сказать ей, как она похожа на русалку. Это моё правило. Озвучивать постоянно своё восхищение ребёнком для повышения его самооценки. Таня была слишком скромной и робкой. И вдруг, бросив взгляд на Анатолия, чтобы поделиться своей гордостью, я вижу. Он покраснел и слишком заинтересовался содержимым своей тарелки. Притворно заинтересовался. Я на секунду сбилась, но всё же сказала, что хотела. Таня засмеялась и ответила, «А Катька в бассейне сказала, что я плаваю, как жаба. Скажи ей, Ита, что я русалка на самом деле». Анатолий поддержал разговор очень смешным анекдотом из жизни жаб. Ужин прошёл, как всегда, приятно и слишком быстро. Мы после него всегда старались продлить общение за столом, которое так объединяет и скрепляет семьи. У меня для приятных продолжений всегда были сюрпризы. Новые напитки, десерты, фрукты. Укол номер два. Воскресенье. Мы с Анатолием дома. Таня ушла с подругами гулять. Задержалась. Я звоню, телефон не отвечает. Я уже собралась выйти поискать. Как дверь открывается, она заходит в квартиру. Плачет, как маленькая. Одна коленка в крови, струи стекают в балетку. Я упала, рыдает она. Прямо на эти камни, которые навалили у дорожки. Больно. Умираю. У Тани очень низкий порог боли. Ей казалось, что она умирает от укола. Я довела её до кресла и бросилась в ванную за мокрым полотенцем, перекисью, йодом, бинтами. Возвращаюсь и остановилась на пороге. Анатолий склонился над Таней, рассматривает рану. И вдруг он встал рядом на колени и подул на её ногу, как делают с детьми. Я сначала так растрогалась. Она ведь ему даже не родной ребёнок. Но он неожиданно прижался к губами, к окровавленному и грязному месту. Быстро встал и как-то испуганно посмотрел на меня. Над верхней губой у него были капли пота. Я молча подошла. Всё обработала, завязала, повернулась к мужу. «Свари, пожалуйста, кофе. Добавь побольше сахара и сливок. И помой, порежь большое красное яблоко. Та не вредно терять кровь. А боль, детка, сейчас пройдёт. Не хочу давать тебе таблетки. Вредно для цвета лица. Прошло много времени. Я сейчас легко посчитаю, сколько месяцев, недель, дней и часов. И укол номер три. Я возвращаюсь поздно с загородного девичника круга своих условных подруг, праздных, светских дам. Одна из них собралась замуж. В пятый или в шестой раз. Мне казалось, что радости по подобному поводу являются самоцелью, ради которой можно потерпеть очередной тягостный брак. В нём как раз сплошное преодоление, связанное с будничной задачей раздеть по максимуму богатенького супруга во время развода. Вошла в холл. Там горел свет. Оставили для меня. Во всех коридорах, кухня, гостиной было темно. Пробивался свет только под дверью нашей спальни. Я сбросила туфли и босиком пошла в комнату Тани, чтобы посмотреть, спит ли она. Она могла ждать меня полночи, чтобы спросить, как было. И я всё рассказывала в смешных красках. Как мы любили болтать, шутить и давиться от хохота, закрывая друг другу рты руками, чтобы не нарушить ночную тишину. Осторожно приоткрыла её дверь. Горел только ночник на её тумбочке. Таня лежала в постели, а рядом с ней сидел Анатолий. Он был в одних джинсах с голым торсом. Видно, только вышел из ванной и почему-то решил к ней войти. Возможно, ей что-то понадобилось или она позвала. Всё нормально. Он не мог оставить ребёнка, если тому стало страшно или одиноче. Но я не постыдилась. Задержалась на пороге, почти не дыша, и понаблюдала за ними. Он гладил Танину руку, потом провёл рукой по её волосам, прижал к шее, щеке, губам. Ну да, так, утешают, успокаивают. Но он молчал. Вот в чём беда. Прикосновения очень важны в контакте с переживающим ребёнком, но необходимы и так естественны слова. Он педагог. Он это знает. А Таня ориентирована на разговор, общение. Её утешить можно только так. И всё же дело было не только в этом. Дело было во взгляде, с которым оглянулся на меня Анатолий. То был взгляд человека, который не просто не хотел бы, чтобы его застали в очень двусмысленный момент. Это был взгляд того, кого вырвали из глубокого, бессознательного провала в томительную и тайную глубину. Так мне показалось тогда. Я сразу отвела взгляд, потому что не могла смотреть на его лицо. Он быстро прошёл мимо меня, ничего не объяснил нормально, как должен был. Таня боялась, Таня стала грустна. Таня захотела пить, у неё что-то заболело. Это сделала доченька. И та, наконец. Я тебя ждала, а потом уснула. И мне приснилось, что я лечу с обрыва. Я кричала, звала тебя, пришёл Толя. Да, она называла его Толей, не папой же. Дальше всё было как обычно. Я была в ударе. Описала своих подруг в их брачной холере смешнее, чем раньше. Ушла на рассвете, когда Таня уснула и засопела, как младенец. Анатолий тоже спал, когда я легла рядом. Точнее, хотел, чтобы я так подумала. С того момента я пошла по самой опасной тропе. На счастливом неведении был поставлен крест. Над доверием, над уверенностью опускалась могильная плита. Я следила. Я затаилась, как бессонный маниакальный охотник. Не только за ним. Самым главным было выражение лица и глаз дочери. Правда, может быть, только там. Но Таня была по-прежнему безмятежной, довольной или грустной по своим, девчоночьим причинам. Но я знала, какими усилиями сама добивалась этого сознания внутренней защищённости, доверчивости и добродушия. Я человек с очень сложным характером. Хотела, чтобы Таня не знала моих сомнений, подозрений и обвинений по отношению к остальным людям. Это лишняя тяжесть. Это невозможность безразличного покоя и ликования от самого факта существования. Никогда и ничего я не хотела так сильно, как покоя и радости своему ребёнку. Она и усвоила, что пока я рядом, у неё всё может быть только хорошо. И мне не было стыдно рассматривать незаметно по сантиметру тело обнажённой дочери, когда я по обыкновению промывала сама её длинные волосы. Не знаю, что я хотела и боялась там найти, но вздрагивала от любого пятнышка. Потом понимала, что это родинка или пигмент, и вздыхала с облегчением, как будто поймала глыбу над её головой. Это был путь приближения к аду. Я уезжала из дома, когда они оставались вдвоём. Говорила, что вернусь вечером, а сама появлялась без предупреждения часа через два, через полчаса, через пятнадцать минут. Я сознательно засиживалась со своими приятельницами до поздней ночи или до рассвета, а потом кралась на цыпочках. Ничего криминального не обнаружила. Они, как и при мне, могли лежать рядом на диване и смотреть телевизор, сидеть задним столом и играть в компьютерную игру. Толя мог склоняться над Таней, когда она делала домашнее задание, касаться её плеча, руки, спины. Ничего такого, кроме его взгляда, выражения лица. Кроме уклончивости в нашем с ним контакте, новой манере проходить мимо меня, рядом прошёл, а как будто обошёл за версту. Беседы наши за столом были такими же оживлёнными, за исключением того, что Анатолий говорил всё реже. По ночам мне так же приятно была его близость, просто ощущение, что он рядом, я в его тепле, родном запахе. Но объятия всё чаще обрывались, как будто разрезанные острой мыслью, которая превратилась в убивающий желание клинок. Да, возможно. Дело было именно во мне и в его реакции на мою ядовитую подозрительность. Иногда такие вещи притягивают именно то, чего не хочешь, чего больше всего боишься. Подозрение может родиться раньше преступления. Оно может стать родителем беды, но это уже размышления после факта. И подошёл к концу путь приближения к аду. Начался ад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова